Приветствую! С вами Зверько и рубрика ML-факты. Есть группа предметов, которые я называю предсмертными. Недавно апнули айтем Крылья Королевы Апокалипсиса. О нем и пойдет речь. Что из себя представляет этот предмет? При сборке Королева даст нам за 2020 золотых 770 хп и 15 атаки. Не густо, казалось бы, но пассивка увеличивает магическую и физическую защиту на 30%, а физический вампиризм на 15%, когда у персонажа хп будет меньше 40%. Так, если у вас собрана физзащита 200, то при активации сразу же поднимается до 260, а вампиризм, основанный на физатаках, существенно увеличивается на все время, пока ваше хп менее 40%. КД у пассивки нет. Как это работает? Посмотрим на черепахе. Черепаха выбивает 259 урона до активации. Как только экран краснеет, это означает, что осталось менее 40% хп и входящий урон снижается до 193. И это с учетом того, что на лукарде нет купленной защиты. Отмечу, поскольку врожденный вампиризм отсутствует, то и Крылья его не дают. Но вот активируем ульту и пошел реген. Также ослабленный местью моб даст больше хп, поскольку и урон по нему увеличился. Теперь посмотрим реакцию на чистый урон и Когти Хааса, которые имеют вампиризм 20% от урона и повышаются на 10, когда хп менее 40%. А лукард получает 387 урона и 55 к хп от вампиризма. Как только экран краснеет, отхил от вампиризма возрастает до 124 с удара. Получается, отхил увеличился на 125%, а мы еще не включили ульту. 656 урона это проходит сильный удар лорда перед станом. Итак, лорд по-прежнему наносит стандартным ударом 387 урона, поскольку урон чистый. Теперь посмотрим на синергию с таким айтемом, как золотой метеор, собираемый через магический клинок. Заметьте, что если у вас уже хп меньше чем 30%, щит магического клинка не активируется. Итак, когда золотой метеор собран, у алукарда 15 левел, получаем 82 отхила и 422 урона. Когда хп опускается ниже 40%, получаем 165 хп, а при активации щита метеора не получаем урона. 165 хп отхила это меньше чем 125% увеличения, поскольку вампиризм не складывается, а перемножается, а метеор дает 5% вампиризма. Но не вдавайтесь, а примите как должное. На лорде не видно, но есть мнение, что увеличивающаяся защита от крыльев распространяется на накладываемый щит, но без цифрового подтверждения показать сложно. Итак, вот синергия трех предсмертных предметов. Сами крылья отлично подойдут таким персонажам, как Лукарт, Роджер и Руби. Может вы сами придумаете, в чей билд захотите их вставить. На этом все, подписывайтесь на канал, жмите в колокол и ждите новых разборов. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!